хотел высказаться немножко по поводу квантовой физики и по поводу моего микрофона и однажды его все-таки приляпаю однажды все-таки сделаю нормальную студию записи где мы будем с ребятами записываться и прошу прощения еще болею у меня с горлом кашель так вот я надеюсь через год то есть концу года у нас все получится с ребятами сделать нормальную студию квантовая физика я наблюдаю как квантовая физика скатывается постепенно во что-то такое мета религиозное со своими как сказать своими духовностями своими какими-то верами в чудеса что-то такое странное где есть параллельные миры то есть это тот же самый параллельный мир это то же самое что и как звезда с микрофона то же самое что им загробная какая-то жизнь да там когда духовная жизнь какие-то ангелы архангелы и есть такие чудеса как нахождение частицы одновременно в двое на в двух точках пространства в двух местах двух кредитах пространства это следует из некоторых там волновых функций пси есть все функции но почему-то все забывают что что все эти парадоксы возникают вследствие того что он квантовая физика это абстрактная математическая модель любая абстрактная математическая модель как и любая вообще математическая модель как и любые цифры как любые цифры они абстрактны и наше мышление в принципе абстрактно и все абстрактная порождает так или иначе парадоксом например я могу сказать то что мне нравится хлеб потом через день мне хлеб будет мне нравится мне скажут ну как же ты сказал что тебя нравится теперь не нравится но как в том то есть парадокс что мы мыслим не просто даже абстрактно но мыслим еще идеалами мы мыслим идеалами в том плане что для нас даже число один даже число один для нас это идеал как бы в природе нет чисел нет их вообще нет в природе есть природа природой как бы сказать ну практически ну на ком на каком-то уровне неделима можно сказать природа есть природа в ней все взаимодействие все движется все перемещается все как-то все что-то происходит в природе и только человек вводит абстракции типа один число единицы типа 234 только из человек вводит абстракции типа время времени в природе не существует это абстракция люди не понимают почему физики вы об этом забыли это просто абстрактный удобная математическая модель для фиксации изменений которые происходят в природе ну да мы видим что есть изменение есть скорость есть все времени нет никто никто не может пощупать время это придуманная людьми сущность любая сущность сущность обладает своими парадоксами все что придумано людьми обладает своими парадоксами любая абстракция обладает своими парадоксами поэтому когда я говорю что мне нравится хлеб я принципе должен говорить что мне нравится что мне сегодня нравится хлеб или мне пока что нравится хлеб или мне сейчас нравится хлеб да то есть нужно какой-то точнее говорить да но потому что я не могу быть так вот быть уверен что мне в принципе вообще нравится хлеб хотя на самом деле хлеб не очень нравится вот так все абстракции такие все абстрактные термины хлеб сам по себе мне нравится хлеб даже хлеб просто себе все идеальные термины хлеб за что-то идеальное мы же не можем сказать хлеб какой на себе каждый представил себе что какой-то хлеб все идеально проживает парадоксы порождает парадоксы это кстати можно посмотреть у пустовита он по физике очень хорошо рассказывай по философии рассказывает по философии гегеля очень хорошо там раскладывается почему все есть придуманное все 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 придумали нами почему он он там прекрасно все рассказывает вся физика вся математика берется с философии силос и как бы . философия последний как бы сказать пик развитие философии это гегель ну и потом уже ну как бы сказать способ мышления искала не точка развития философии самый развитый способ мышления был из философов таких вот именитых да немецких вообще самое разное мышление было у гигеля диалектика диалектическое мышление мы потом появился маркс энгельс они часто тут может сказать что во красная повестка я покраснел даже нет это так и есть кому-то нравится кому-то нравится вот спи моя красавица неуместная шутка короче говоря лучше смысле максимальное максимальное мышление получил свое развитие при гегеле потом это дополнилось немножечко там политическим материализмом при марксе там энгельсе там потом был еще кое кем нелюбимым очень ленин вот столько всякой чушь и про него там это я опять покраснел фууууууууууаааа не зря не зря сейчас он придут мне с этим самым с ппш товарищ что вы такое говорите пойдёмте пройдёмте товарищ короче говоря не будем издеваться надо коллегами опять покраснел да вот значит все идеальное порождает большие-большие парадоксы раз вверх все абстрактное порождает большие парадоксы но абстракции нам помогать без абстракции мы не можем вообще никак мы так мыслим так так сформированы наше мышление так сформировано как бы ну вот так люди так эволюционно получилось что мы мыслим абстрактно углубляться почему так произошло ну не имеет смысла пока что в контексте того что я хочу сейчас как бы сказать обсудить вот просто в таком формате как бы я и может захочет ответить еще более того мы не просто мыслим абстрактно мы даже не думаем вот чем прикол мы не думаем мы вспоминаем это мое утверждение я не знаю есть где-то об этом написано скажите мне где такое написали я просто до этого сам додумался когда мы с друзьями спорили мы не думаем мы вспоминаем как нас научили думать мы вспоминаем как после как мы сна числа что такое число на спинаем как складывать что мы сначала складывали кубики мы там кто-то там какие-то там бусинки складывал тут на чем-то учился складывать что-то его учился как-то он нажать ну сначала на предметах так делалось виде визуальных таких вот конструкции потом все запоминалось и мы как бы повторяли к нас вызывали там в детских в школах первых классах вызывали нас просили считать там чем считать мы там многие кто-то по-своему считал я считал как бы кубики значит кубики не были там ее же значит такой там потомки до звездочки там были равно там вот как-то я какие-то ассоциации возникали и я как-то вот ну складывал вот исходя сколько меня кубик плюс кубик вот я научился складывать там циферки были вот и так вот принципе дети и учатся детей так и учат как бы мы 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 думаем мы мы думаем абстрактным и вспоминаем мы всегда вспоминаем мы не думаем даже когда мы думаем вспоминать когда мы что-то вспомнить или думаем на то что надо подумать мы вспоминаем что можно же что-то еще о чем-то подумать потому что мы однажды проходили такое что мы о чем-то допустим не подумали мы не додумались до чего-то и что-то прошло мимо нас мы что-то упустили поэтому мы только лишь вспоминаем но потом конечно же мы и думаем ну как бы опять же тут можно где 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 аматово подойти к диалетическому материализму то что первичным привлечь первичная материя материя на которой базируется как бы наши воспоминания материя производит материя производит наши нейросеть голове не оси голове производит потребность потребность запоминать что-то у нас это происходит практически самопроизвольно что ли мы это не контролируем и снова что-то что-то запоминаем всегда мы это не может проконтролировать наверное я не уверен прошу прощения каш прям вот еще наверное недели две вот вот из материи берется матери из материи вырастает наша память и выставит как бы вырастает сам процесс на запоминания потом значит из нашей памяти вырастает из процессов запоминания вырастает еще и как бы способ мышления нас учит думать то есть опять же первичная материя вторичный дух по диалектическому материализму никуда не денешься товарищ маркс привет как бы кто бы чего бы не хотел бы кто бы там чтобы не говорил ну ну к сожалению увы это так простите там уважаемые либералы или в кавычках уважаемый кто как хочет вот не будем политику сюда да хотя политика всегда причем и сейчас немножко даже расскажу при чем политика здесь причем кванты и политиками значит кванты математика математика она абстрактная все это я уже рассказал что она вся вся абстрактная у есть зоны применимости у нее есть области применимости мы не можем применять математику там где как бы ее сложно применять например мне сложно приметь математику в психологии вот туда не туда сложно идти вот как бы позже то еще можно там придумать где сложно применять математику Так вот, квантовая физика тоже имеет ограничения свои. Любая физика, любая абстрактная модель имеет свои ограничения и имеет свои парадоксы, которые возникают, чем выше абстракция над реальностью, тем больше может быть парадоксов. Там можно, кстати, сюда еще приплести и непредвиденность Гизенберга, и информационная непределенность Паума Шеннона. Паума Шеннона, не помню точно. Короче говоря, ладно. Чем выше у нас абстракция, тем больше парадоксов. И эти парадоксы всегда нужно учитывать, что они есть. Как бы в решении любых задач, когда мы применяем, что, не знаю, любую абстракцию к чему-нибудь. Квантовая физика изобилует очень высокими абстракциями. Высокая абстракция первая. Это вероятность. Это очень высокая абстракция. Модуль вероятности. Волновая функция. Значит, ну это нужно, там, второе, третье, там, не знаю, сгибать нужно пальцы. Значит, по-моему, там все сводится к волновой функции. Вот. Но еще нужно понимать, ну да, это абстракция порождает парадоксов. Абстракция над реальностью. Нужно еще понимать такую вещь, что волновую функцию, абстрактную, такую, очень высокую, нельзя применять к макрообъектам. Но почему нельзя применять к макрообъектам? Сколько я уже смотрел видео, я нигде не нашел такого объяснения. Но оно простое. Нам это объясняли в институте мира А. У меня четверка по квантам, по математикам у меня пятерка. Там много математик, вот, было всяких разных. ТФКП вообще, ван лав, все, вот это вот там. Фанты тоже ван лав, потому что, ну, четыре меня там было из-за того, что, ну, неважно, прогуливал тервер, кое-что. Ну, на вечернем учился, что поделаешь. Тяжело на вечернем учиться, с работы ехать, а хотелось. Вот, но тяжело. Так вот. Значит, в квантовой физике очень-очень-очень-очень-очень высокая, очень много абстракции. Так, и об этом я уже сказал. И нельзя применять волновую функцию к макрообъектам. Да. Значит, почему нельзя применять к макрообъектам? Это только такое не нашел нигде. И странно, нам это объясняли. Еще раз повторяюсь. Значит, представьте себе такую вещь. Во-первых, я говорю, что квантовая физика – это статистически вероятностная физика. Представьте себе такую вещь. Вот у меня есть пульт в руке. Значит, допустим, я его кладу куда-нибудь, ну, пока в руке, да, будет у меня пульт. Значит, теперь, если на этот пульт, пока у меня в руке, да, что-то действует, а что на него действует? Ну, пока, ну, что-то действует, там, свет действует, что-то еще там действует, да, там, вот, ну, как-то, какие-то тут давления, как-то там, да, плотость распределяется по-разному. Вот, с температурой по-разному. Вот если что-то действует на этот пульт, и при этом пульт этот из-за этого воздействия может переместиться куда-то, тогда я собираю статистику. Как бы статистику отклика пульта на воздействие. Вот, если есть отклик, скажем так, от цвета освещения, который идет сейчас с меня с экрана, да, если у меня пульт от этого будет перемещаться, то я могу, как бы, ну, допустим, ну, там, зеленее, там, что-то еще, да, он начинает мне как-то в руке перемещаться, что-то с ним происходит. Я собираю статистику, как у меня зависит перемещение пульта от этого, от цвета, от цвета, точнее, не цвета, от цвета. Одинаковые буквы почти. Кошмар, оказывается, да, в разных номерах. Вот, короче. Если есть такое перемещение, есть такая зависимость, да, перемещение пульта от света. Тьфу, боже мой, от цвета. Сейчас скажет сверху, я тебя слушаю. Ну, ладно. Привет. Если что, тебя нет. Ладно, как бы, да. Многим хочет, чтобы он был. Странно, зачем? Ну, ладно, это отдельная тема. Просто есть кроватые выражения. Так, вот. Вернемся к нашим пультам. К нашей статистике. Я собираю статистику, как влияет это освещение, как влияет этот цвет на пульт. И потом я могу, исходя из этой статистики, да, как бы построить какую-то гипотезу, потом теорию, да, там, построить влияние вот этого света на... Боже мой, цвета на пульт. Так, секунду. Надо поставить паузу. Кто-то мне там чего-то хочет позвонить. И я продолжу чуть-чуть попозже. Про статистику немножко поняли, да? Так, я немного учел то, что у меня перегружался микрофон. Не записывал давно уже ничего. Друзья ко мне пришли, ушли, уже следующий день. Магия, магия монтажа. И где мое лицо? Вот оно, мое лицо. В общем, продолжу насчет пульта. Секундочку. Да. Эффекты должны быть эффектными. Так вот, кашель до сих пор есть. Я вот недавно выложил видео насчет своего понимания пространства-времени, то, что там не хватает импульса и угловой скорости, то, что должно быть все комплексным. Так, где-то у меня был еще получше пульт. Ну ладно, будет, пускай я куда-то тот пульт подевал. Смотрите, значит. Во-первых, да, прошу прощения за звук, потому что, ну, у меня сейчас наушники подключать неудобно. Могу это проконтролировать сейчас, да и... Не важно, пускай это будет такая философская запись на тему купонтов и прочее, прочее. Со своими плюсами и минусами, с плохим звуком. Ну что поделаешь, важна же информация, наверное, да? Ну и качество информации тоже важно, но... Все-таки информация важнее. О, этим пультом махать плохо. Потому что что-то происходит у меня. Это активный пульт. Вот, у меня есть... У меня есть что? У меня есть мышка, вот, которой можно махать, если что. Значит, вот. Я говорил до этого о чем? Я говорил про воздействие... Почему нельзя волновую функцию применять к макрообъектам? Значит, если мы сейчас будем собирать статистику воздействия света на данный макрообъект... Точнее говоря, цвета, ну и света тоже. Ну, света, он имеет свою длину волны, да? Ну, мы сейчас поговорим, что, допустим, цвет. Просто рассуждаем о цвете. Цвета света. Если мы будем собирать статистику такого воздействия, то мы придем к тому, что... Воздействие цвета на пульт, то мы придем к тому, что воздействие практически... На мышку, да? То, что воздействие практически минимальное. Его практически нету. То есть мы будем собирать статистику, да? Вот очень-очень долго будем собирать статистику. Цвет вот этого монитора, который у меня стоит, экран большой, да? Передо мной. Никак не влияет на положение... На положение мышки в пространстве. Ну, только я лишь шевелюсь, там, как-то, да? Я влияю на мышку, там, да? Ну, вот именно цвет никак не влияет на положение. По статистике влияние минимальное. Как бы... И поэтому мы говорим, что мышка у нас стационарна в данном положении, независимо от ничего, кроме, ну, каких-то таких более макроскопических явлений, типа, там, ну, импульс я передаю, или что-то еще, может, какой-то нагрев. Нужно дать ей много энергии, да, чтобы она нагрелась, там, какое-то инфракрасное излучение. Вот. И... Мы не можем применять какую-то вероятность данной мышки, потому что по статистике у нас вероятность нахождения мышки в данном состоянии, общее состояние мышки, по статистике у нас будет оно примерно всегда одним и тем же. Мы не можем тут применять какую-то вероятность. Потому что, опять же, еще раз говорю, мы делаем опыт, да, 10 измерений, там, 100 тысяч измерений делаем, мышка у нас как была здесь, так и останется. Вот. Даже пускай там цвет меняется, не меняется, да, там, что там происходит. Мы можем даже тут дуть на эту мышку, там, да, к чем-то вот. Как бы от моего удовлетворения мышка тут практически не изменится, ну, положение мышки в пространстве не изменится. По статистике мышка будет, как бы, ну, находиться всегда здесь. Соответственно, применять всегда вероятности мы не можем никакие. Ну, потому что по вероятности, вероятность нахождения мышки здесь равна, ну, в данной точке вероятность пространства, вероятность нахождения мышки. заговорился, боже мой, короче, то, что мышка находится именно в таком состоянии, в таком, в этом пространстве, равна единице вероятности. Боже мой, заговорился. Кошмар какой. Ладно, короче, мышка никуда не двинется, и мы уверены в этом с вероятностью 100%, что на нее не может подействовать свет, освещение и как-то еще она будет, вот, можно положить ее куда-нибудь, да, она так и будет лежать там. Дальше. Если воздействие на мышку соизмеримо с какими-то силами, да, которые удерживают ее в равновесии, и воздействий этих много, и они все имеют, как бы сказать, какие-то еще даже обратные связи, там, да, то есть у них там, допустим, поток жидкостный, да, вот вода, поток, да, там озеро, река, там очень много, там, турбулентность, там все вот, как бы, там, там все очень сложно, да, там рассчитать все, ну, мы, мы вынуждены прибегать к вероятности, к вероятности нахождения мышки в той или иной точке пространства, ну, мы, нам, там, там, нам так проще считать. Если бревно куда-то там плывет, там, да, вот, нам проще, проще считать, что, ну, в турбулентном потоке бревно, вероятнее всего, будет находиться там или там, в зависимости от каких-то там характеристик, параметров, ну, каких-то явлений, там, там, потому что мы не сможем точно, там, определить все-таки положение этого бревна где-то в турбулентном потоке, там, где-то в воде, там, где-то все бурит, но мы можем сказать то, что есть точки дивергенции, роторы, там, все, вот мы, как бы, рассчитываем, там, ну, все-таки, как бы, градиенты какие-то мы там считаем, да, И более того, мы можем даже прибегнуть, зная там ротор, градиенты, дивергенции и прочее, и прочее, и ковергенции, мы можем сказать, векторный анализ советую всем изучать, мы можем сказать, что вероятно всего бревно, которое будет лежать на поверхности воды, где-то плавать, вероятно всего оно куда-то сдвинется туда. Но не точно, не факт, не факт, есть определенная вероятность, что там все, как бы сказать, все бурлит, мы не можем точно определить. А теперь, как бы, ну, что будет с бревном. Теперь, допустим, мы берем уже супер мелкие частицы, миниатюрный мир, наномир, и туда уходим. Там все бурлит, там все шевелится, там, там, как бы, воздействие, как бы сказать, соизмеримое уже, ну, условно, так скажем, да, соизмеримое с, как бы, величинами объектов. Потому что там уже объекты друг на друга действуют, ну, атомы друг на друга прям действуют, там, каким-то полями, там, да, вот, как бы, электронами, там, да, электронное взаимодействие, там, есть у них различные, там, заряды, там, можно посчитать, даже такие абстракции вести, там, поле можно придумать даже. Ну, поле, опять же, оно, поле, оно все-таки, изначально поле потенциальное все. Любое поле, оно все потенциальное. То есть у него нет, как бы сказать, векторов, да, но не векторное, оно потенциальное. Вектора берутся, если мы берем, пытаемся, если мы, если мы, если мы посчитаем градиент поля, тогда берутся вектора, получается, векторное поле. И мы можем, в принципе, прикинуть направление, там, да, как бы, куда будет в векторном поле, да, там, как будет в векторном поле потоки жидкости, как будет, например, плыть бревно, да, потому что мы уже знаем вектора, да, там, было вначале потенциальное поле, да, мы взяли вектора, вот у нас получилось роторы, градиенты и прочее, прочее, там, да, и мы уже можем примерно сказать, как будет плыть бревно, куда там направляется, может, оно будет крутиться, там, где-то, да, там, по замкнутому контуру, это никуда не уйдет, там, работа его будет, типа, получается, работа по перемещению бревна будет равна нулю, ну, потому что, как бы, бревно вернулось обратно, ну, и все, как бы, вот, суммарная работа, по замкнутому контуру, ну, ладно, неважно, вот, в квантовом мире в волновой функции применяется вероятность, там берется всякие модули и прочее, прочее, от волновой функции и получается так называемое свертывание, схлопывание, по-моему, там, не помню, точно называется такой термин, волновой, свертывание, ну, схлопывание волновой функции, Ну, там ничего особо не схлопывается на самом деле. Это просто статистика, просто вероятность. Просто высчитывается вероятность нахождения точки там или там. В зависимости от каких-то там воздействий. Даже не то, что там или там точки, а вероятность нахождения частицы в каком-то состоянии. Трудно очень считать, опять же, очень трудно считать в миниатюрном таком мире, в таком наномире, как называть, в квантовом мире, появляются типа квантовые эффекты на квантовые вероятностные вероятностные обусловленные большим количеством взаимодействий разных которые учесть не всегда можно также в квантовом мире применяется такое как бы понятие какие-то случайные фруктуации да там стахартические процессы какие-то есть там вызванные ну неважно в общем такое понятие случайные случайной фруктуации да и просто говорится что в принципе случайно что-то может случайно как-то измениться да есть как бы такое распределение вероятности и прочее прочее нормальное распределение и т.д. и т.п. но в целом примерно частица будет оставаться около своего положения где-то рядышком да при каких-то минимальных взаимодействиях там снаружи она будет оставаться около своего положения колебаться вот но она будет частица будет колебаться то есть как бы она туда-сюда будет ходить как бы вот и трудно будет установить как бы положение этой частицы в пространстве можем как он там уже пошли мы не принос гейзенберга как бы ладно из-за трудности вот этого установления да из-за трудности постоянных из-за трудности расчетов частиц пространстве из-за трудности определение и координат или и скорость ее импульс точнее говоря причем там два это опять же гизенбергу неопределенности и информационно неопределенности шеннона и прочее прочее короче мы не можем из-за большой из-за необходимости учета большого количества всяких переменных параметров ну короче говоря влияние всего мы не можем применять таких расчетах идти в эти расчеты как бы так сказать в лобовую вот нам необходим другой какой-то появляется нас появляется необходимость в каком-то другом механизме подсчетов расчетов также когда вот опять же с орбитами там орбитами с орбитами правильно говорить с орбитами электронов когда пытались там что-то построить тут держать нужно посмотреть год драк на драк у меня не запись когда пытались на что-то что-то построить почитать эти орбиты не помню там что то что карדי hundred-рак а не так как бы дискретно стационарно и все но а как бы там кита флук на чтобы не учитывалось все-таки думают что то мы не учитываем что не получается которая есть запись видео дирак об этом говорил и значит пришли к такому в общем выручила всех всех выручила всех выручила квантование как бы да вот квантовый кит эффекта всех выручили там было и они связаны немножко неважно потом появились волновые функции до волновые все функции вот эти вот в которых применились применила при применился тервер и собственно говоря я вот надо я не точно помню как почему перешли от от орбит к орбиталям вот по-моему там как-то было связано как раз именно там проявлялся о чем вот эффекта о котором я говорил то что дискретность да вот этих вот орбит как бы ну там было все как-то связано с дискретностью этих орбит много чего поэтому терялось не учитывалось и всех выручили какие-то кванты всех выручили всех выручила вероятность и все заиграла все запела сразу все стало работать и только лишь ладно неважно короче на таких мелких масштабах таких куда прям туда куда прям вот когда углубляется когда углубляется ученые в структуру материи до таких мелких масштабах показалось таких мелких масштабах сложно уже применять не то чтобы классическую классическую физику сложно в эти мелкие масштабы идти в лоб вот тоже там взаимодействие очень много но на больших масштабах можно идти в лоб потому что здесь взаимодействие вклад короче влияние среды на положение мышки практически никакой я перебиваю я это влияние своей своей рукой да как бы я держу вот все как бы меня больше энергии меня больше силы я все таких масштабах как бы применять какие-то вероятности смысла просто нет ну как бы всего есть опять же области применимости и все это просто но опять же почему-то некоторые ученые кавычках там еще говорят там матерное слово на букву х моченые некоторые ученые очень любят рассуждать переносить как бы сказать очень любит переносить вот эти квантовые эффекты да как бы вероятности переносить на макро мир но это неправильно вообще так зачем так думать зачем это нужно вообще это то есть так можно думать только если ты не понимаешь вообще чего откуда берется ты понимаешь какие-то основы там физики там не знаю основы чего там там до основу логики вообще просто если понимаешь основы основу просто вообще если ты ничего не понимаешь вот нельзя говорить что мышка находится в десяти состояниях там до одновременно и когда на нее смотрю она она как бы определяется в каком состоянии быть это глупо это неправильно но как бы значит откуда берется вот такое вот сюда откуда берется такой вот типа парадокс измерения до такой так называемый да продукт наблюдателя он берется конечно же из двухчеревого эксперимента когда значит уже там квантами стреляли там фотоны вылетали там все вот и при измерении при измерении фотонов при при когда ставили датчики возле возле щелей возле двух щелей это классика я просто пересказываю там эксперимент проходила самом деле там довольно сложности посмотреть там неважно когда ставили датчики то интерферационная картина на экране который находился за 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 щелями интерферационная картина схлопывалась в два просвета но как бы сказать в две световые тени да вот так вот скажем в две щели ног в веситовые тени короче говоря на интерферационной картине было видно саму как бы щель только инверсную перегородочку саму только инвертирована вот то есть фотоны били либо в левую либо в правую щель и зато почему-то сделали вывод что как бы как-то наблюдатель некоторые сделали вывод что наблюдение влияет на измерение и типа если мы смотрим на что-то там пытаемся определить да то а если мы не смотрим то как бы там была бы волна бы там убрали убрали как бы датчики да получается там волна типа того спроси там получается интерферационная картина когда датчики ставят электрессуют картины исчезает но опять же это все неправильно понимать не правильно неправильная трактовка неправильное восприятия вообще эксперимент неправильно это глупость короче вот есть видео в ю-тубе там помоги games optics канал называется там мужчина у него есть дома я посмотрел не думаю замечательная аппаратура не знают ну он владеет искал так замечать владеет замечательной аппаратурой и он там очень хорошо рассказывает про когерентность типа то что все эти эффекты возникают из-за такой эффекта называется когерентность волн ну и помимо того помимо того мы не можем измерить чего-либо не действуя на чего-либо мы не можем измерить как бы сказать измерить ну такой простой грубый пример мы не можем измерить длину там стола да не приложить к столу там рулетку там вот мы не можем довольно точно измерить да еще там уже вот что еще мы мы не можем измерить силу тока не поставив шунт какой-нибудь да там на 0,1 ома мы ставим шунт токовый такой резистор ставим снимаем напряжение там вот и смотрим уже как что получается последовательно включаем вот шунт параллельно включаем измеряем напряжение последовательно включаем ну получается у нас там ток вот ставим шунт так у нас измеряется ток ну а как еще когда он примеру как можно измерить ток в цепи полевого транзистора да как 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 измеряем можно измерить потребление комнате импульсного источника питания потребление тока да там вот ставим мы в цепи истока который подключен к типа минусу да ставим в цепь истока сопротивление на например 0,1 ома да там шунт называется ну типа ставим сопротивление и как бы снимаем с этого сопротивление напряжение ну вот и так мы измеряем силу тока протекающие через открытый канал транзистора так мы измеряем потом и потребление мощности и потребление тока точнее говоря было бы правильно сказать импульсом источником питания так мы можем понять что происходит перегрузка там где-то короткое замыкание но там короткое замыкание немножко по-другому там измерять есть разные схемы вот но в том числе вот как бы защита может может выполняться как бы сказать контроль может выполняться при помощи такой схемы и так выполняться ну ладно я ушел далеко короче говоря измерение всегда влияет на объект измерения в эксперименте в двухчалевых экспериментах во всех этих где есть эффект так называемый наблюдатели да это эффект измерительного прибора из эффекта влияния измерительного прибора на на волну на световую волну как бы природа влияния ну я честно я я просто предполагаю но нам институте об этом рассказывали мы как бы мира там все вот нам говорили и это было не странно это было для всех это понятно было ну как бы ну да как еще что что какие еще вопросы то вы могут быть как это можно по-другому еще понимать о чем можно еще по-другому понимать что ли что-то такие типа да и нам физик такой да есть такие вот и которые умудряются по-другому понимать мы такие да ладно вы туда вы чё короче хочу вот он типа вот тупые нам сразу в смысле про других там вот раньше когда я учился это был 2014 год 2015 по моему штатом году закончил мира но по крайней мере мне оказалось что все так многие так думают а сейчас что-то как-то вообще все плохо с этим многие думают что прибор влияет на 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 волну вот а сейчас что вообще сейчас что-то куда-то ушли в какую-то вы вообще там черт знает в какую-то чертовщину сев я просто не нахожу нигде тротуки даже у меня друзья так некоторые которые разбираются физики математики даже они теперь как бы начинают туда думать какой-то саллипсизмы уходит в итоге то что если мы закроем глаза если мы умрем то весь мир умрет даже вот до такого начинают додумываться это очень странно ну да ладно ну нет длина это как бы я могу это объяснить меня есть объяснения свои но странно то что они не понимают что они куда они идут куда ну если куда не зачем они так думай так много бы не понимают как бы ошибку своего мышления это странно так вот этот волновой двухчелевой эксперимент парадокс наблюдателя так называемый парадокс измерений там парадокса нет влияния возможно возникает из-за того что все таки чтобы нам измерить измерить что-то нам нужно взять что-то что соизмеримо с измеряемым объектом и если мы измеряем например если мы измеряем силу тока в цепи до в электрической цепи то нам нужно что-то что откликается на протекание тока изменение на протекание тока что-то что может грубо говоря настроена на ту же самую длину волны грубо говоря вот допустим даже в той даже в той же самой цепи с постоянным током да если мы в цепи с постоянным током поставим переменный колебательный контур который с активное реактивное сопротивление и будем при помощи переменного колебательного контура измерить на какое-то падение напряжения да то мы что-то скорее всего получим к это может быть ерунду вот потому что но у нас будет у нас через катушку будет течь ток да но у нас если в импульсном транзисторе в этом да мы берем это импульсный транзистор то есть полевой есть фронты есть такое у нас получается мы ставим в цепи там до в цепи столько колебательный контур и пытаемся как-то замерить что тогда у нас колебательный контур настроен на переменную но все-таки там есть свой резонанс там да как бы работает колебательный контур работает в цепи переменного тока если мы будем цепи переменного тока цепи переменного тока измерять постоянный ток или импульсный ток мы получим большие большую большую погрешность вот если мы измеряем просто активным сопротивлением ток мы получим тоже погрешно что у нас импульсы будут идти там да вот импульс импульс идут и паузы мы как бы ну мы у нас там за счет им что что цифровые приборы и т.д. и т.п. там инертную инфрационной стрелки может быть там у механика механических приборов короче мы получим какой-то можно получить ошибку вот измерение нам нужно тогда поставить конденсатор который будет сглаживаться такой tr li-tr li получается рыться цепь вот ну это тоже может быть где-то ошибка погрешносты лучше конечно измерять импульсные приборы импульсные импульсные импульсный импульсный ток лучше измерять импульс импульсным прибором вот тогда если мы попадаем в резонанс до частоту импульсов да мы там так тыкинип мы попадаем резонанс мы можем в принципе довольно точно измерить уже протекание величину протекаемого тока попадаем прям резонанс как бы да в чистоту переключение транзистора вот есть у нас транзистор переключается работает постоянно не переключается постоянно работает постоянно открытый тогда мы можем что сделать мы можем тогда просто поставить резистор активный если ну измерить постоянный ток пожалуйста но будет нас влияние у нас будет равно будет влиять но как бы мы попадаем у нас резонанс резистора резистора настроен резонанс 0 герц если настолько счет тоже с этой постоянной частотой 0 герц вот или же с частотой бесконечное количество герц вот так вот что принципе практически эквивалентно вот резистор тоже тогда уже получается нас либо настроен на резонанс на 0 герц или на бесконечное количество герц вот так ну если как измерительный прибор но он будет если эффективен он будет эффективно измерять правильно измерять вот как бы этим прибором если допустим нас течет переменный ток но именно сына сюда ли не импульсный а сюда ли ток и мы будем измерять сюда ли ток как бы сказать опять же резистором у нас на резисторе будет синус и нам нужно будет опять же прибор который может нам как-то амплитуду выделить нам нужно опять же либо попадать четко в периоды в импульсы там до либо как-то сглаживать интегрировать получается ставить игры интегрируешься почку рц и пошли погнали или мы можем взять колебательный рц контур да вот и колебательным рц контуром измерить ну там что получится у нас там например мы попали в резонанс да и тогда у нас просто амплитуда увеличится и мы можем просто опять же следить за амплитуду но опять же нам нужен какой-то потому что мы из переменной из переменного сигнала мы хотим видеть постоянно своими глазами какой-то уровень там вот не нужно чтобы прыгала нам нужно зафиксировать какой-то вот тут у там до максимально нужно короче мы 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 любим мы 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 не любим когда цифры бегают мы хотим знать конкретно вот какая там ну как бы мощность тока какая-то амплитуда все такое короче вот нам для этого нужно перевести из переменного постоянные значения какие-то там вот величины вот и как бы все измерительные системы они так или иначе как бы сказать настраиваются на измеряемую величину но наши глаза настраивается измеряем величину да там вот ну все системы вот измеритель действительно как бы они имеют такую как бы сказать так работает так вот когда в двухчелевом эксперименте ставят рядышком какой-то там какую-то измерилку ставит эта измерилка уже настроена грубо говоря на на длины волн измеряемую измеряемого могу света измеряемую измеряемой длины волны если допустим там длина волны там ну соответствует красному свету да там вот мы вас прибор измеряет измеряет что измеряет магнитное поле какой-то там просто датчиком стоит или например нас прибор измеряется протекаемый током и тому конечно не увидим мы там не увидим ничего никакого влияния там все поставим резистор там рядышком да там вот ничего мы не увидим если мы поставим там кирпич рядом ну картина особо не изменится и как только мы будем как бы приближаться к настраивать нашу систему наш измерить наш измеритель измеря измерительный прибор так чтобы он мог фиксировать уже как бы откликаться откликаться ног на световые длины волн вот так сразу же начнется вот это проявление проявление эффекта парадокса наблюдателя парадокса измерительного прибора это парадокс нет проявление эффекта влияния прибора потому что мы опять же мы настраиваемся грубо говоря в резонанс с измеряемым с измеряемым объектом то же самое что когда мы включаем сопротивление что угодно вы в цепи стока полевого транзистора да там или в метр там да мы влияем на протекаемый ток но в итоге мы там что-то отбираем какую-то мощность вот какой-то так или иначе мы что-то отбираем там вот когда можно там угреется этот резистор вот так и здесь тоже когда мы ставим ставим какие-то датчики куда-то детекторы там неважно даже с отложенным выбором там вот есть такие эксперименты вот якобы там что-то будущее прошлое там какая-то фигня но там на самом деле если посмотреть да там все равно все равно было все равно был измерительный прибор который был настроен с длинными в эти короче был чувствительных свет вот правильно вот так правильно говорить и и там короче он есть и короче говоря параметры среды при этом меняются вот параметры среды в среду в среду среду распространения света еще в вносится еще какая-то 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 фиговина которые там на резонанс настроены там или как-то еще там что-то там как-то меняется да там вот и как бы система получается уже грубо говоря нелинейная вот как бы там уже получать какие-то странные эффекты там до что там уже надо считать что получается и мы получаем вот такую картину которую мы получаем хотя правильно говорить что система нелинейная получается не знаю подумать то что у нас получается вроде бы сонастроена как бы нас получается какой-то резонанс там да вот в этих измерительных приборах да нет по-моему линейная система было бы если у нас отклик был бы хотя нет система вроде бы и не линейная если мы в двухчелевом эксперименте будем уходить этим прибором да вот световых длин волн будем переходить в радиоволны например да ну чтобы он измерял ну как то как то так сделать да то скорее всего у нас интерферационная картина опять будет появляться и у нас будет когда точка перехода от интерферационной картины к двум щелям на экране вот то есть мы будем у нас картина будет либо схлопываться либо ну короче поняли да то если мы от кирпича перейдем к фото чувствительным элементам грубо говоря да постепенно будем как-то так не кирпич превращать фото чувствительные элементы до вас постепенно будет меняться результат на экране вот и неправильно говорить что короче вообще ну зачем я даже это все объясняю неужели это непонятно это странно когда говорят про какие-то там параллельной вселенной сейчас их только развелось этих он даже там какие-то есть у бориса бояршина знакомые там теряев там вот тут еще там они сидят эверетику даже развили эверетику даже даже эверетику про параллельный мир и там деды сидят у них там что очки потерялись там один из дедов там рассказывал там вот это потом ну если он сидит там что-то положил очки куда-то там вот что-то потом отвернулся отошел что-то подел очков нету они они перенеслись в параллельную а может быть у тебя просто может что-то ты забыл это естественно но может что-то где-то у меня тоже что-то тут теряется иногда там вот но я же не говорю что этом параллельные миры у меня совпадение навалом жизни бывают всяких интересных и совпадений вот но как бы они маловероятные как бы такие совпадения но я не говорю что что-то из этого следует это прикольно вот это просто прикольно это интересно и все не больше не меньше но можно удивляться можно смеяться можно там хохохо круто да там когда в лотерею выигрываешь чтобы не повеселиться там да да вот но как бы удивляться что ты что-то там забыл и потом как бы ну говорить что это параллельно вселенную куда-то перенеслось не может быть того чего не может быть в природе чтобы перенесло что-то параллельную вселенную значит здесь должно было куда-то там телепортировать такое должно было воздействие энергетическое я должен был там долбануть по этим очкам тогда бы там с каким-то таким молотком маленьким да там очень массивным когда черный дырнад должна была образоваться такая прям который могла бы поглотить эту массу всю тогда и причем она должна была образоваться ну из чего то что-то должно было произойти что это черный дыру должно было образовать то есть я должен был тут вот так вот магические шаманские танцы делает там дать что-то там в бубен бомбить там так чтобы всем соседям должны бомбить этот бубен там стучать него чтобы это все я даже не знаю как это можно это это не бывает в природе того чего не может быть вот и почему-то последнее время все это популярно становится настолько популярным и я когда на политические темы общаюсь там с некоторыми ну встал с либералами там да и общаюсь мне с ними интересно общаться там вот либералы бывают разного толка бывать либералы которые сейчас у нас провластные либералы вот владимир владимирович путин либерал кому бы кто бы как бы не самое там да но он либерал но с некоторыми там своими особенностями там да вот когда общаюсь либералами всегда я утыкаюсь с ними на такую тему как бы что есть истина всегда придешь к такой теме что естественно или жив ты или не жив всегда абсолютно я вот уже пробовал много раз для многих людей и как бы и у либералов любили либералы любит еще ссылаться на то что мы все обезьяны правда они не учитывают что ну мы прошли обезьяна они не учитывают что как бы мы очень развиты мы уже прошли но есть такая такая вещь нас бифуркация это качественное изменение системы там результате там всяких там разных вещей короче мы прошли точку бифуркации давно уже люди человечества мы уже настолько развиты как бы ну сравнить нас с обезьянами конечно можно сесть некоторые некоторые наследие от обезьян есть такое вот как бы но мы мы можем влиять на своему мы можем на эмоции влиять на на чувствовали у нас есть мы можем абстрактно думать мы можем мы можем планету все взорвать к чертовой матери например да или спасти от взрыва обезьяны этого не могут мы можем в космос полететь мы подчинились природу полностью абсолютно вот и говорит что мы обезьяны вот либерал любит к тому такому сходить и сейчас могут кто-нибудь из этих ну кто-нибудь из либералов можно сказать то что нет конечно же мы мы не мы и мы так не сводим но им придется опять прибегнуть какая обезьянничество вот так и будет эликс элипсизму или к чему-то идеальному почему такому вот правильно миром придется прибегать то что у каждого истина своя либерал любит так думать многие как бы индивидуализм такой крайне у либералов вот конкуренция у них такая прям крайне вот конкуренция хороша но не такая какая либеральная конкуренция вот кто к чему это все приводит у них там вот почему политика опять же да и кванты вот и когда споришь либералами на разную тему на разные разные темы ну которые пока бы такие вот либеральные либерализм такое когда споришь приходишь к тому что либерал верит в свободу это идея это идеалы короче кто бы мне говорит про свободу сразу хочу сказать я считаю того человека как бы сказать сейчас этот человек хочет меня уже поработить и ограничить ограничить в терминах ограничить говоря мне свои термины свои определения свободы вот я говорю что свободы нет не говорю что есть возможности вот если я могу что-то сделать если я хочу что-то сделать я постараюсь это сделать покуда есть возможность сделать все я в этом плане я свободен все свободны в этом плане как бы покуда у них есть возможности все больше ничего и нет не требуется есть возможность но иди сделай нет возможности ну чё поделаешь может попробуй 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 изобретите возможности попробуй подумай еще раз вот когда мне либералы говорят про свободу там про ограничение про чего-то еще рабочий будет свободен всегда в нашем современном мире он всегда может приехать в любую страну он может даже в этой стране быть свободным если будет грамотно говорить если будет что угодно делать даже в этой даже нашей стране да ну как бы считает что с несвободной страна да хотя по-своему ладно все страны при примерно где-то так вот рядом до около идут по как бы степени свободности потому что свободы как бы и не может быть вот есть возможности но нравится либералом свобода пускай как бы ну вот они про идеалы и говорят и возвращаясь к вантам все пытаясь обратно вернуться им необходимо либералам всем вот как бы сказать правящие такой либеральные идеологии да вот это настройки я в терминах маркса опять же выражаюсь я ничего другого ну я может быть есть какие-то другие там что-то теории интересные но по крайней мере это вот вот а больше то ничего не надо грубо говоря ладно не любят люди у нас почему-то маркса сейчас странно хотя маркс то есть наука то есть но как нет не наука он применял науку он применял он думал прямо вот когда все это рассуждал все смотрел а все остальные думали о чем непонятно кроме как о том что есть много много наврано вообще про это про маркса сейчас много неважно вот ладно короче для меня кажется естественным что в текущей капиталистической системе проявляются такие вот вещи типа как бы сказать вера в параллельные миры или желание как тут туда верить это что ученые даже забыли уже то как они раньше чего-то считали только они раньше нам думали они даже верят сейчас то что искривление пространство время существует но пространство время существует только лишь на бумаге они про это тоже забывают нет они видят то что там солнце там лучи там огибают там солнечное затмение есть на все при помощи луны все это есть да но но не искривляется пространство не искривляется природа природа не искривляется но просто лучи как-то по другому идут ну и все ну там преломление какой-то ну фиг знает а может чего угодно любые модели построить там масса откуда там как массово ли как что это влияет тогда вот можно придумать зависть влияние там масса потому что что-то там ну не важно ну потому что видимо там даже что-то двигается шевелится крутится вертится там что угодно вот ладно дальше для меня кажется вполне естественным что для вера какие-то вот эти парадоксы это парадоксальное мышление мне кажется на поле естественным в условиях капитализма потому что как-то нужно оправдывать расслоение общества и не зря у нас в россии рн тв крутится не зря где-нибудь в других странах тоже какие-нибудь такие такую ерунду верят не зря существует теория струн здесь существует параллельных миров дофигище каких-то непонятных там да какие-то там браны у них есть там вот что-то еще там у них есть теория струн красивая прикольно мне нравится но правда там из них из нее делают выводы такие как бы математически она красивая вот но только я знаю они да и сколько я слышал что они говорят она красивая но из нее делают выводы такие что как бы есть параллельные вселенные правильные миры и я вот это всё кто-то начинает там вдумывать какой-то там ерунду браны там есть одно измерение здесь один мир есть другой мир и он находится прямо здесь прям ну чего мы только что только что просто пропустили вот эти вот строчки только что пропустили главное они пропустили то откуда берется их теория струн В смысле, они пропустили ошибку, ошибку, из которой берется теория струн. В принципе, практически они пропустили эту ошибку. Они не поняли, что все есть абстракция, и что абстракция порождает парадоксы. И многие не поняли статистически вероятностный характер квантовой физики. Забыли просто. Я не знаю почему, это удивительно. Почему-то какие-то там волновые интерпретации, какой-то пилот-волна, что-то еще. Ну, хорошо, хорошо, да, ладно, пускай, пускай. Но, однако, у меня вот есть мышка, она будет здесь, пока я ее не положу вот сюда. Как бы все, другого не дано. И, как бы, если на эту мышку будут воздействовать, я положу ее в водяной поток какой-нибудь, да, там, или в масло, чтобы она там болтыхалась, да, и приведу в какое-то супер-движение, чтобы она там все болтыхалась. Там еще будет несколько мышек, чтобы они ударялись. Мне уже будет трудно рассчитать конкретное положение этой мышки. Мне придется прибегнуть к какой-то вероятностной, применить какой-то вероятностный аппарат, применить уже. Но потому что иначе никак. Ну, в принципе, вот, причем здесь и политика, причем здесь и квантовая физика, и причем здесь двущелевой эксперимент. Ну, что еще даже? Не, не причем здесь и политика, причем здесь политика и квантовая вот это вот все, вот это вот все. И... Да и все. В принципе, больше, так сказать-то, особо нечего. Я просто удивляюсь, сколько в Ютубе есть такой вот просто, ну, не чушь, а заблуждение некоторых. Ну, как-то люди как будто бы не понимают, но даже вот математики многие, ну, не математики, даже те, которые закончили, да, прикладываю математику, у меня вот здесь друг, он почему-то не понимает вот этого. А почему? Потому что он философию считает, что философия, он считает, что философия все ерунда, что философия это ерунда. Нет. Первичная материя, а потом дух, диалетический материализм. Первичное то, что есть, а все остальное мы уже придумали. И придуманное может управлять нами. Вот так мы еще в космос запускаем ракеты, мы материю подчиняем при помощи мысли, я передаю мысль сюда, вы смотрите эту мысль, и потом можете что-то еще делать. Но первичная среда передачи мысли, первичный опыт, первичный эксперимент в реальной жизни, привычная реальная жизнь, первичная материя, которая имеет свои проявления, которые приходят мне в голову, я пытаюсь подумать как-то там, да, в смысле приходит через глаза, я пытаюсь оценить, пытаюсь подумать, что-то, что-то не так происходит, и такое додумываюсь, и потом я говорю вот сюда, и потом вы это смотрите, и потом вы идите сюда и думаете, да, и потом может быть что-то еще там, какой-то винтик покрутите. Первичная материя, а потом уже дух Это есть дилетический материализм Это есть, на чем базируется марксизм Вот, почему-то многим не нравится Боятся миллиарда расстрелянных, невинно убиенных, репрессированных Хотя тоже те, кто так говорят, они же не читают глубоко Они не учитывают как бы то, что вокруг там, блин, все страны были Вообще там в Англии ходили, там Зигу кидали, там королева Зигу кидала Там вон немцы, там в Штатах, по-моему, в 1937-1939 год, что ли, не помню Там у них в Мэдисон Сквергарден, по-моему, что ли, у них там 10 тысяч этих нациков Там собралось фашиков таких, вот они там ставили, Зигу кидали Вот, блин, весь мир просто погрузился тогда Италия, Испания, блин, даже в Польше, даже в Польше Даже в Польше красные уже туда скурвились Весь мир тогда просто пошел туда, просто вот, ну, в сторону, там Рука к небу, там, вот, рука к солнцу Вот, весь мир туда пошел, как бы, и нужно учитывать, что было И какое было внутреннее, это получается тоже сопротивление И что могли тоже понаговорить, что могли понаболтать, что происходило Ошибки тоже могли быть, и какие ошибки могли быть на местах Кто, может быть, тут на местах там что-то делал Ну, при чем-то здесь марксизм, при чем здесь коммунизм, при чем здесь социализм Есть просто то, что было, есть то, как пытались построить Есть то, как пытались сделать, и было большое сопротивление Это надо учитывать всегда, вот, но почему-то этого не учитывают И зачем, я не понимаю Ну, потому что мышление клиповое, фрагментарное Потому что про вселенную, я так думаю, как я думаю Вот, 15 минут видеоролики максимум, что могут сейчас смотреть люди И обязательно нужно так красиво, чтобы был видеоролик Хотя, ну, ладно И, 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 и еще У каждого истина своя У каждого логика теперь своя Это просто вообще То есть не то, что бывают ошибочные суждения, да А теперь даже у каждого логика своя Это же просто вообще То есть люди не понимают, что такое логика Я вот спорил там в чатах у одних программистов, вот, веб-дизайнеров Люди не понимали Логика есть логика Истина есть истина Но истина это процесс, как бы, как сказал Гегель То есть мы всегда ищем истины Мы приближаемся к истине, никогда не сможем ее установить Но в какой-то момент мы настигнем какую-то Достаточно что-то истины, от этого толкнемся еще дальше Что-то опять до данного момента найдем достаточного Но будем идти дальше Вот, все есть процесс, все есть Все в движении И логика Это то Грубо говоря, то, на чем работает весь мир Вся планета, все галактики Вообще все, логика Если бы что-то было бы нелогичным в нашем мире Этого бы не могло бы существовать Не может быть логика у каждого своя Бывает только лишь логика Если бы было бы что-то нелогичным Тогда бы я бы, сейчас бы У меня рука была бы где-нибудь Ну, пришита к уху, например Вот, или тут какие-нибудь Спонтанные черные дыры Пух, тут что-нибудь летало бы Вот Я мог бы, я не знаю Если бы что-то было бы нелогичным И вот это все, что нелогичное Оно нарушает закон сохранения энергии И прочее, прочее И, короче говоря, мир бы точно Сразу же бы схлопнулся И бы просто Пуф Взорвался бы Ну, исчез бы Даже не взорвался бы Просто бы он бы Все Его бы не было бы Просто бы не было бы Если бы что-то проявилось Хоть что-то нелогичное Вот Поэтому не может быть логика У каждого своя Логика это то, как работает Вся вселенная Вся вселенная логична Вот, в этом плане Как бы не может быть Нелогичной вселенной Потому что нелогичное мы не можем измерить, мы не можем описать нелогичное Мы когда описываем, мы применяем логику тоже Мы изучили логику, люди изучили, там, Аристотель, спасибо, привет Мы изучили логику, вот, это вообще круто Как бы вселенная, ну, если есть что-то нелогичное, мы даже об этом подумать вообще никак не можем Потому что, как только мы начинаем думать, мы тоже применяем уже сразу же логику Мы думаем, ну, не можем, мы придумываем что-то нелогичное Мы можем придумать серый зеленый бурый козявчатый кракозябр который плывет, ползая по потолку через сиреневое окно в космическом бетоне в вакуумной воде. Мы можем такое придумать. Мы можем придумать нелогичное, но в нашем идеальном сознании мы можем придумать. Первичное, блин, материя, а потом уже дух. И мы вот эти, когда вещи вспоминаем, мы же пытаемся, мы не можем придумать то, чего мы не помним, то, чего мы не слышали. Мы не можем подумать то, о чем мы никогда не думали. Мы не можем придумать то, чего мы никогда не придумали. Придумать мы можем, но мы не можем подумать то, о чем мы никогда не думали. Мы не можем подумать о том, о чем мы не можем подумать. Кто может подумать о том, о чем он не может подумать? ты еще не сошел с ума если ты можешь подумать о чем ты не можешь подумать думай и вот ты уже подумал но ты не подумал ты ничего нового не придумал вот так придумывается все новое только лишь с эволюции с эволюции техники развития природы материи науки потом через лет так бог знает сколько там до крылатой фразы не надо приобретать ничего через бог на и сколько лет потом уже будет что-то новое пока мы о другом думать даже и не можем что будет потом мы даже не можем понять знать особенно когда говорят про коммунизм что-то будет что-то будет другое вот и нелогичного вообще не может быть мире и логика у каждого не может быть своя логика из логика и мир есть мир природа из природы в этом плане эти всякие квантовые эффекты до которые говорят что там магик это происходит что можно телепортировать там меня что я могу здесь быть сразу вот так и вот так да и то есть кого-то параллельно себе там летом где-то где мне хуже ты еще там да правильные миры вот как-то это по-другому живу а зачем это по-другому жить с вами так хорошо если ну как бы есть как есть это есть trade что я переживаю то да да значит что то нас проблема но я переживаюку onze прошлом что ли но или о будущем переживаю как может быть но как бы сказать кто-то смотрит в прошлое тот не чувствует настоящего а если ты чувствуешь не чувствуешь настоящего то как ты можешь ожидать предвидеть грядущие на чем ты будешь базироваться ну вот в общем такие вот размышления не может быть того чего не может быть музыка закончилась продолжить в этом плане искривления пространства конечно же нету мир не искривляется никак и черные дыры кстати я думаю что там сингулярность никаких нету там просто наверняка что-то неправильно посчитали вот законы физики не работают если законы физики не работают значит как вы можете думать о том о чем-то нелогично это просто бред что-то неправильно посчитали это какая-то ошибка в теории какой-то просто парадокс из-за высокой абстрактности теории надо думать дальше все вот ну так ладно свою столь свое видение свое видение искать пространство времени до импульса вот этого всего я рассказал предыдущих видео интересно было бы на тему порассуждать мне на тему не с кем рассуждать как бы есть у меня ребята друзья есть которые все-таки подкованы математики но им это неинтересно но так бывает неинтересно пишите комментариях что вы думаете и не думайте что какая-то магия существует не существует магии все реально все хорошо не вешайте нос что-нибудь да придумаем так как выключается да будет тьма